Привет ребята! Очередной обзор от меня. На сей раз фирма ICM. Давно я не снимал, не выкладывал. Сейчас опять скопом выложу все обзоры. Постараюсь сделать их как можно более сжатыми, такими краткими. Ни к чему нам затягивать время. Да и уже обзоры мне поднадоело, если честно, снимать. Но все-таки хочется приблизиться и разобрать эти завалы уже, свои запасов и наконец-то заняться настоящими уже какими-то сборками. Вот. Ну что ж, у меня вот такая машина. Немецкий армейский грузовик. На самом деле это грузовик Ford. Да? Не совсем он немецкий. Интересная машина такая. Вот коробочка еще старенькая, красная. Внутри у нас я уже достал внутренности. Внутри коробки. Все упаковано было в пластиковый пакет. И вот у нас следующие литники. Итак, первый литник у нас здесь деталь кузова. Расположено самое главное днище. Детали бортов кузова. Значит, пластиковые колеса. В принципе, неплохого качества рельефного. Детальки тоже по литью очень хорошие. Единственное, что вот не видно на дереве фактуры самого такого дерева. Да? Рисунка этого деревянного. Местами, конечно, на детальках присутствует таблой. Но это не страшно. Вот. Такого плана литник. Стандартный желтый пластик. Здесь у нас более мелкие детальки расположены. Это детали двигателя. У нас. И некоторые детали ходовой. В принципе, очень детализированная модель. Очень много тонких ажурных таких деталей, которые так и норовят отломиться. Вот уже вижу. Также здесь у нас присутствует еще одна подобная предыдущие детальки кузова. Уж не знаю, разные ли тут можно собрать кузов или нет. Это мы разберемся. Но я так подозреваю, что здесь есть два разных варианта для сборки кузова автомобиля. Вот. Итак. Здесь у нас детали кабины. Это уже четвертый литник с пластиком. В принципе, очень неплохо отлито все. Без всяких утяжин, раковин, облоя я здесь не вижу. Ну, остается только догадываться, каков набор по стыковке. Хотя я слышал, что его не очень-то хвалят. Мы, конечно, все это посмотрим, увидим при сборке. Вот. Сейчас ничего сказать не могу. Здесь у нас, я вижу уже, что есть два варианта капота. Опять же, не знаю, для этого ли автомобиля. Борта вот видно на пятом литнике. Также у нас решетка радиаторная присутствует, как здесь, так и здесь. Мне нравится вот этот вот очень интересный вариант. Поэтому, я думаю, от набора остаться должно очень много, ну или не очень много, но останутся различные детали, которые нам при сборке не пригодятся. Очень будет интересно собрать данный набор. Вот. Что ж, дальше у нас есть вот такая декаль. Приборы здесь есть на ней, различные вариации. Для африканского корпуса в том числе есть маркировка. Вот. Есть у нас инструкция, которая вот так вот выглядит. Она в виде книжки или буклетика. Здесь она у меня несколько развалилась. Всего у нас 20 шагов по сборке до готового автомобиля. В принципе, все подробно понятно. И вот отдельный такой вкладыш с вариантами нанесения декалей. Черно-белый. Ну, набор довольно-таки не новый уже. Но, тем не менее, этот грузовик мне очень нравится. Я его взял в обязательном порядке. Что называется, must-have. Вот. Остается у нас здесь такой пакетик с прозрачными деталями. Очень неплохие линзы. Прозрачные, классные. И очень прозрачные стекла. Можно, я думаю, использовать. Вот такой классный набор. Мне он понравился. Чем он может быть еще полезен? Что из этого набора можно собирать различные интересные гражданские версии грузовика. А их уж, ребят, ну, всевозможное количество может получиться. Различных цветов, различных версий. Вот. Поэтому была бы фантазия. Я уж не знаю. Если возьмусь за этот грузовик и получится его нормально собрать. Ну, возможно, не ограничусь одним его вариантом. И куплю себе еще несколько версий этого грузовика. Возможно. Поэтому набор всем рекомендую. Грузовик красивый. Модель интересная. И мне очень хочется попробовать свои силы. Несмотря на то, что говорят об этом наборе. Что-то такое страшное. Плохо он собирается. Плохо стыкуется. Не верю. Хочу все проверить. Посмотрим. Ждите сборок. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok